о создании в российской федерации гиперзвукового оружия было объявлено 1 марта 2018 года в ходе послания федеральному собранию было рассказано о новом не имеющим аналогов в мире супероружии ракетном комплексе кинжал якобы эта ракета гиперзвуковая может маневрировать на всех участках полета и ее гарантированно невозможно поразить не только существующими средствами противовоздушной и противоракетной обороны но и перспективными и эта страшилка сопровождалась показом мультфильма о поражении военно-морской цели и угрозой о возможности установки ядерной боеголовки при этом ракета летящая с гиперзвуковой скоростью превышающую скорость звука в 10 раз еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и я думаю перспективные система противовоздушной и противоракетной обороны доставляя к цели на дальность более 2000 километров ядерные и обычные боезаряды мы назвали эту систему кинжал 4 мая 2023 года через чуть больше года войны с украиной американское средство противовоздушной обороны патриот впервые сбила якобы гиперзвуковую ракету российской федерации а уже ночью 16 мая и 16 июня во время массированных ракетных ударов рефии по киеву было применено в частности 12 кинжалов все так называемые гиперзвуковые ракеты были уничтожены в воздушном пространстве вокруг киева позже стало известно что за государственную измену в федерации арестованы трое ученых из новосибирского института теоретической и прикладной механики доктор технических наук валерий звягинцев директор и тпм александр шиплюк и главный научный сотрудник анатолий маслов разработавшие российские гиперзвуковые ракеты 9 с 77 60 в ряде источников х 47 м 2 кинжал всего в сибирском отделении ран уголовному преследованию подверглись 16 человек включая экс-главу академика ран александра асеева скорее всего правитель понял что его по-пацански кинули и в очередной раз выставили так как кинжал не является гиперзвуковым оружием но применив проверенный опыт сталинских времен ученых арестовали и обвинили в шпионаже с формулировкой о передаче китаю данных связанных с гиперзвуковыми технологиями ученым теперь грозит пожизненное заключение возможно работа в шарашке украинские военные не только сбили достаточно ракет х-47 м 2 кинжал чтобы разрушить миф о беспрецедентных аналогов нетах но и смогли детально изучить ключевые части обломков так называемые гиперзвуковые ракеты х-47 м 2 кинжал должны были стать козырем рф в войне против нато позволяя прорвать противоракетную оборону в то время как предполагаемые аналогов нетные характеристики скрывают действительно быстрые но твердотопливные ракеты с огромными скоростями далекими от гиперзвуковых на последних этапах полета перехватываются и сбиваются ракетами patriot pack 3 со стопроцентной эффективностью благодаря этому специалистам стали доступны не только фотографии но и все компоненты х-47 м 2 кинжал внешне кинжал поразительно похож на искандер 1988 году в ссср родился проект комплекса ставшего известным как искандер через 30 лет он стал одним из основных ракетных комплексов россии запомнилась угрожающая блоку нато фраза не смешите наши искандеры искандер опционально оснащается несколькими вариантами ракет включая баллистическую и упрощенную экспортную версию а также крылатую ракету рассмотрим современная базовую баллистическую версию искандера 9 м 723 это одноступенчатая баллистическая ракета массой около 4 с половиной тонн и дальностью чуть более 400 километров ракета управляется несколькими системами включая инерциальную спутниковую навигацию а также оптические и радиолокационные головки самонаведения в голове у нее опционально может быть установлено много видов боевых частей от обычных осколочных до проникающих и естественно ядерных внешне она весьма минималистично из выступающих элементов только части газостроенных рулей возле сопла двигателя и четверка стреловидных рулей в хвосте двигатель твердо топливный и обеспечивает вывод ракеты на траекторию полета и разгон до скоростей около двух тысяч 100 метров в секунду более 6 махов значит ли это что искандер гиперзвуковая ракета большинство крупных баллистических ракет способны летать на скоростях около двух тысяч 100 метров в секунду более 6 махов но этого недостаточно для получения звания гиперзвукового оружия важным нюансом является маневрирование гиперзвуковые ракеты не только летят очень быстро но и могут маневрировать это важный аспект поскольку баллистические ракеты следуют простым траекториям что облегчает их перехват в отличие от них гиперзвуковые ракеты постоянно меняют курс усложняя противодействие и делая их крайне опасным оружием может возникнуть мысль что если обучить баллистические ракеты маневрированию то они приобретут свойства гиперзвуковых однако не все так просто переход за пять махов приносит много серьезных проблем например ракетный двигатель может дать больше пяти махов но он работает недолго и после отключения ракета летит по инерции теряя скорость которая вскоре падает ниже планки гиперзвука долгоиграющие варианты такие как прямоточные воздушные реактивные двигатели способные давать длительную тягу или планирование в верхних слоях атмосферы представляют собой сложности другой вопрос условия длительного скоростного полета сопровождаемого чудовищными перегрузками нагревом и облаками плазма вокруг объекта гасящие радиосигналы объект укутанный в такое одеяло становится слепым и глухим что усложняет работу головок самонаведения это одна из причин снижения скорости на конечном участке полета ракеты головки самонаведения не будут работать на гиперзвуковых скоростях таким образом можно считать что искандер серьезное и очень опасное оружие но не гиперзвуковая ракета а что относительно кинжала что касается комплекса кинжал то ракета 9с 7760 или х-47 м2 кинжал отличается способом запуска самолета по конструкции и размерам схожа с ракетой 9 м 723 1 f что логично учитывая опыт использования базовой модели однако различия в методах применения заставляют вносить изменения в конструкцию системы внешнее отличие заключается в наличии сужающейся секции с дополнительным оперением что делает кинжал длиннее примерно семь с половиной метров по сравнению с 7 и 3 у искандера но эта секция является лишь обтекателем необходимым для улучшения аэродинамики в полете на подфьесе и при пуске она отделяется миг-31 заслуживает отдельного внимания благодаря скорости полета в два с половиной 2 и 8 маха 2700 3100 километров в час высоте полета более 20 километров и максимальной взлетной массой на уровне 46 тонн миг-31 тяжелый высокоскоростной самолет носитель получивший индекс миг-31 к является модификацией серийного миг-31 б модификация не радикальная но серьезная была заменена часть бортового оборудования радарная система также были заменены оружейные системы ракеты воздух-воздух уступили место единственной ракете воздух-земля которую подвесили под фузеляж переделав и усилив подвес на первом этапе самолет с ракетой взлетает и выходит на стартовую позицию на дистанции до 700 километров это боевой радиус миг-31 на этапе старта самолет может подняться на высоту около 15 километров и разогнаться до скоростей около 2100-2400 километров в час более двух махов это непредельные показатели для мига но размеры и масса груза изрядно ограничивают возможности самолета при пуске ракета сбрасывается с носителя после чего хвостовый обтекатель отделяется дальнейший полет ракеты похож на полет искандера после отделения обтекателя должны заработать твердо топливные двигатели разгоняющие ракету до гиперзвуковых скоростей в пять махов и выше различные источники не стесняются давать и 10 махов и даже 12 двигатели являются основной частью х-47 м2 кинжал твердотопливные двигатели разгоняют до этой скорости только саму ракету а после израсходования топлива она начинает замедляться из-за сопротивления воздуха и это несмотря на полет в разреженной атмосфере на высоте около 40 километров в этом же отсеке находится рулевой механизм позволяющий ракете маневрировать в носовой части находится боеголовка и блок аппаратуры с системами питания управления и навигации боеголовка одинаково во всех зарегистрированных случаях боеголовка содержит 150 килограмм октана что эквивалентно 240 килограммом тротилового взрывчатого вещества у боеголовки нет контактного взрывателя она приводится в действие предохранительными исполнительными механизмами расположенными вокруг активной радиолокационной головки самонаведения ракеты принцип действия таких активных радиолокационных гсн заключается в сравнении радиолокационной сигнатурой района цели с заранее заданным опорным изображением так все-таки гиперзвуковой ли кинжал при полете вне атмосферы скорость максимальная но значительная часть маршрута чисто баллистическая при сценарии с атмосферным полетом ракета может маневрировать всегда но гиперзвуковая скорость теряется довольно быстро кинжал вполне передовая и приличная баллистическая ракета воздушного базирования однако не надо считать его полноценной гиперзвуковой ракетой можно допустить что плашку гиперзвук к нему приклеили скорее политехнологи и пиарщики сами операторы и создатели комплекса знают на что способны их изделия и с этими рекламщиками не спорят искандеры кинжал это оружие точечного применения снести какое-либо укрытие с пулеметом или даже попасть в артиллерийское орудие ракетой стоимость которой сравнимо со стоимостью неплохого самолета представляет собой откровенное расточительство ситуация при которой десятки мигов залпом пускают кинжалы маловероятно для пуска кинжала необходимо существенное переоборудование носителя самолета в роли высокоточного оружия по уничтожению локальных объектов куда оптимальнее выглядят классические крылатые ракеты а то и дроны может они не летают так быстро и не взрываются так громко но они намного проще универсальнее и дешевле вторая проблема касается не только кинжала но и вообще всего высокоточного оружия чтобы точно настигнуть цель ракета должна иметь все данные о ней за цель и указание отвечает разведка самолеты мпла и спутники их количество невелико одно дело когда речь идет о стационарной цели и другое дело если цель мобильная то по ней работает бесполезно еще один недостаток концепции в том что кинжал на миге 31 не дополняет роль перехватчика ролью бомбардировщика он ее заменяет теперь самолет чистый носитель который по воздуху работать больше не может плюс миг 31 уже не производится значит чем больше будет сделано носителей кинжалов тем меньше будет перехватчиков а уникальные возможности мига делают его важной частью системы пво и такие переделки могут нанести и ущерб решение этой проблемы очевидно кинжал в теории могут применять и другие самолеты на данный момент известно что работой ведутся по подвесу ракет на ту-22 м3 туполев крупнее и тяжелее мига так что он может нести сразу несколько ракет к тому же он летает дальше хоть и медленнее и ниже характеристики полета рассматриваемой ракеты вероятно будут скромнее тоже касается других самолетов и вопрос насколько легко их под кинжал адаптировать и насколько эффективными первыми ступенями они будут должен задаваться индивидуально на самом деле ракета кинжал это просто искандер которые запускают самолеты гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество ракета пак 3 зенитно-ракетного комплекса патриот боевой части не имеет а использует метод прямого уничтожения то есть противоракета на большой скорости попадает непосредственно в высокоскоростную цель и поражает ее благодаря кинетической энергии последствия такого попадания можно было видеть на обломках кинжала уничтоженного противоракета и патриот в киеве в ночь на 4 мая 2023 года пак 3 поражает как правило боевую часть баллистической ракеты это видно на фото кинжала с дырой противоракета не взрывалась осколками видно толщину металлов противоракета пронизывает цель на встречном курсе кинжал это уже свершившийся факт живое и применяющиеся оружие эта ракета хоть и не стала гиперзвуковой но начало гонки за гиперзвук она точно положила